всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас видео вопрос-ответ так устраиваетесь поудобнее давайте начинать так дальше светлана на английском написано smith took так это тире 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 имя выбрали но не знаю я пока склоняюсь кристина вроде как кристины ребенок у меня называют уже кристина почитала ваши рекомендации недавно под последним видео посмотрела описание имени именины в конце мая там у девочек вообще нет именин если есть два каких-то корявых жутко имени есть только там в середине мая в начале мая в июне но все равно не подходит а смысл тогда эти имена выбирать вот поэтому я пока склоняюсь кристина на втором месте наверное алиса так насколько получается разница в возрасте с первым ребенком почти 8 лет то есть у меня дочери в августе будет 8 лет до почти восемь лет разница у меня сестрой 7 с лишним лет разница прекрасная разница просто замечательная она мне как мама так наталья щеглова так 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 тоже со мной давно наташа приветик тебе большой какие сейчас воспринимаешь ароматы и каким блюдом отдаешь предпочтение ароматы сейчас все нормально и с блюдами и с ароматами было очень тяжело в первые 20 недель вам уже говорила этот токсикоз это мрак я все и ванские ароматы отнесла на работу отдала девочкам но не все два себе оставила потому что но их вообще не воспринимал мне как-то ближе даже были фаберликовский потому что они не такие навязчивые скажем тогда а сейчас все прекрасно воспринимаю все нормально все отлично никаких вкусовых а вкусовые предпочтения были во время токсикоза я ела грейпфрут с солью кто-то лимон солью ясная лимончик тоже подъедала я могла съесть целый лимон ну потому что от него легче меньше тошнит могла съесть целый лимон за раз лимон и подъедала а грейпфрут солью вообще был объединен сейчас я не представляю у меня уже сейчас все нормализовалась я не представляю как я это ела брала дольку лимона макала ее в соли кушала и не было очень вкусно для меня прям был деликатес какой-то и все больше никаких вкусовых предпочтений не было водичку с лимоном лимончик грейпфрут солью больше ничего и сейчас как бы нет никаких кусок почти все кушу как обычно ни в чем себя не ограничиваю слава богу уже почти за восемь месяцев беременности я набрала два с половиной килограмма только с момента начала беременности не знаю чем это связано гормоны может быть обмен веществ как-то немножко перестроился все все кушаю тортики могу кушать там и колбаску если мне хочется все как бы нормально ну и на гв тоже не планирую себя ни в чем ограничивать так дальше про одежду faberlic еще вопрос что больше всего нравится из одежды не завышена на нее цена в каталоге завышена однозначно я всегда это говорила цена завышена на одежду faberlic с учетом того что там составы не совсем хороший и не во всех вещах и вы знаете я поняла что мне не настолько не нравится одежда faberlic насколько мне не нравится их модели это какой-то капец потому что когда на пункт выдачи приходит какая-то одежда и я снимала ее как-то мы мерили заказывает наставник мой до директор мой владелец пункта выдачи и примеряем мы ее и наставник мы примеряет я вижу что она достойная но в каталоге она выглядит господи это какой-то кошмар вообще просто ужас какой-то я не знаю зачем они таких моделей выбирают вот катя матис тоже снимает видео про одежду faberlic и очень подробно и не только на себе но и выбирает знакомых девочек моделей скажем так xxl до размера можно посмотреть как смотрится на них одежда то есть она сейчас молодец этом плане мне нравится я тоже смотрю понимаю что блина вещь нормально почему я на нее в каталоге не обратила внимание а вот потому что такие модели которые уродуют вещи я не знаю как это до faberlic донести и неужели они сами не видят что вещи смотрятся у бога просто у бога но на самом деле faberlic вот по мне мало хороших вещей в том плане удачных фасонов поэтому мне в принципе не нравится одежда faberlic есть ну допустим вот спортивные костюмы которые недавно выпустили да ничего я даже как-то хотела себе взять но потом уже узнала что беременны мне нужно чтобы в ниже живота была кофточка там оказались кофточки короткие с размерами faberlic в принципе все нормально к белью я сейчас отношусь положительно обувь одежда дороговато нет все равно дороговато если брать допустим ивановский трикотаж и сравнивать цены с faberlic ну не знаю хотя там это может быть абсолютно одинаковый состав качество пошива дороговато нет дороговато но на чем-то должна выезжать компания да если она делает дешевую косметику а фаберлик очень много дешевой косметики которая достойна на самом деле качества то и косметики для дома дешевая я считаю что она дешевая тоже отличного качества то она должна как-то компании на чем-то выезжать до одежда но опять же когда есть скидка можно одежду заказывать так вот про одежду моим мнением девчонки так дальше с какого года начали заниматься faberlic как быстро вышли на доход из instagram вопрос с 2019 года также как и снимать видео с конца осени 2019 года то есть уже два с половиной года на доход вот только я оформила самозанятость два с половиной года но я опять же повторюсь я не занималась я не ходила с каталогами не подписывала людей я не занималась этим это просто шло и шло и шло и как-то вот само по себе так получилось да поэтому не занималась если заниматься конечно можно выйти за доход и за несколько месяцев да есть у нас примеры таких лидеров faberlic я знаю некоторые примеры когда человеку очень нужны деньги он знает цель она у него прописана на у него продыши на она у него проговорено он может и за три месяца выйти на доход это все реально все зависит от желания абсолютно только от вашего желания я вышла на доход получается к концу двадцатого года то есть чё я заливаю то какие два с половиной полтора года концу двадцатого года полтора года полтора года фаберлик нет мин с 18 девчонки все я сама уже забыла с какого года я faberlic с восемнадцатого конечно с 18 и видео началась снимать с 17 два с половиной года уже прошло до с 18 с осени с конца осени восемнадцатого года до надо посмотреть когда у меня первый ролик на ютубе вот там и начало моё фаберлик и там и начало моего блогерства до какого числа какого года вот да точно и поэтому девчонки вот все зависит от вашего желания хотите выйти на доход если у вас есть цель вы выйдете на доход если вы не хотите заниматься если вы не занимаетесь то и ничего вас не получится чудес не бывает нужно везде пахать но когда ты понимаешь что ты можешь зарабатывать деньги вы не представляете какое-то классное чувство когда вот я открыла самозанятость да это же круто то есть ты просто заказываешь продукцию для себя у тебя есть структура и ты получаешь деньги но это же круто согласитесь и молодцы фаберлик что без всяких этих и п позволяют своим лидерам зарабатывать деньги это прям вот отдельное спасибо потому что я считаю что директор компании фаберлик он действительно думает о каждом своем клиенте о каждом своем как назвать девчонки каждом своем консультанте вот выбери действительно заботится о своих консультантах очень классная обратная связь и вот с осенью ничего сделали да то что лидер можно уже выводить денежки молодцы так что на доход я вышла где-то через полтора на полтора два года на реальный доход то есть который ощущается да ну а так вообще все ваших руках я не стремилась к этому сильно мне больше интересовало блогерство так я шилова тоже со мной давно приветик так так вот вам вопрос к следующему видео как решились не пугало ли корона это по поводу медицины наверное тоже надо решиться на первенце год был такой сложный еще прошлый был не пугало ли корона ой она замучила уже пугать после того как я летом поработала в госпитале коронавирус нам да ну не знаю мне ничего уже не пугает наверное но чего бояться ночью же бояться она эта корона может продлиться неизвестно сколько поэтому чего уже ее бояться до ребеночка хотелось как бы мы планировали получилось в этот период на ничего страшного что ж теперь делать я не болела наверное может быть бессимптомно как-то болела я не знаю я не сдавал никакие мазки ни на антистела ничего поэтому не знаю болела или не болела не пугает волков бояться в лес не ходить если ее бояться вообще надо сидеть дома закрыться но это тоже нереально то что ребенок у меня ходит в школу муж ходит на работу мы выходим естественно ультс ходим в магазин можно не ходить в магазин заказ доставку в общем но это заточение это не жизнь поэтому чего бояться то не надо ничего бояться мысли все наши материальные я это не устаю всегда повторять то что в вашей голове обязательно с вами случится обязательно в той или иной мере степени каждый ваш страх он материализуется рано или поздно поэтому все страхи из головы выкидываем все негативные эмоции какие-то и живем только позитивом и думаем только о хорошем промывку мозгов себе надо периодически устраивать и запрещать себе просто думать о чем-то плохом или чего-то бояться зачем на жизнь одна мыслим позитивно обязательно притянется к вам все хорошее если вы будете мыслить позитивный только хорошим и всем желать добра не важно как они к вам относятся так не пугало ли корона вы же еще медицине работаете да но в декрете я если бы не забеременела я бы продолжил работать конечно с коронавирусом потому что это ощутимая разница в деньгах но у меня в сентябре тут случился ступор я думала куда же мне пойти потому что на наш госпиталь закрыли на время я думала пойти мне там в одну больницу другую в третью все спрашивала где лучше и так далее я бы ушла работать опять коронавирус и пока я думаю знаете такой ступор было вот и как-то все не решалась идти туда работать не решалась тут в конце сентября в первых числах на и октября наверное в первых числах октября тест положить на как бы все сама решилась так бы я конечно что работать и до сих пор работала бы в коронавирусном госпитале или больнице так но как вообще узнали как беременность проходит на как вообще узнали а ну вот так и узнала была задержка в конце сентября и понимал что что-то как-то вот давно не приходит критические дни а хотя как там уже ситуацию с зачатием отпустили но не то что отпустили но будет будет не будет не будет как бы вот так и тут я думаю на то сделать и сделала вечером причем я не люблю дожидаться мне если приспичило то приспичило два разных всегда беру и два разных они оба положительных опы и все и зову мужа войну говорю дочери потом мы сообщили конечно же попозже когда уже все узи сделано были когда узнали что все ну как бы нормально все хорошо зову его ванную говорю ну а по 9 месяцев и сама из тегри ну да замечательно и я сразу же записываюсь на следующий день на узи потому что внематочная может быть и так далее и вообще разные проблемы да я что в первую беременность также тесты сразу наслаждение к тому же гинекологу в платную клинику она раньше работала в нашей больнице государственная и как бы ее мнению доверяю и сразу на узи к ней на консультацию из утреца прям пораньше после теста поехала на узи мне сказали срок 3-4 недели все отлично в матке как бы все замечательно проконсультировала меня дала рекомендации и все и понеслась как бы вот так вот узнала надо тоже пишешь решиться на первенца но чего тут решаться то чего ждать то годы идут потом все тяжелее и тяжелее у меня первый ребенок в 28 лет это тоже поздно и были проблемы как бы тоже не сразу получилось не надо ждать если хочется если как бы ну чего уж чуждать то может смотивируете на аналогичный подвиг мотивируйся дети это счастье это здорово отвлекаемся от всяких других проблем и все и все замечательно так светлана здравствуйте это лариса из instagram в вашем видео услышал о том что можно выгодно оплачивать заказы фаберлик не подскажете как спасибо да конечно я уже дублировала эту информацию здесь нам нужно с вами подключить мы должны быть пользователями карты сбербанка во первых во вторых достигнуть определенного уровня в программе спасибо от сбербанк да это очень легко на самом деле то есть я допустим сейчас осуществляю только безналичный расчет у меня налички даже дома нигде не бывает никогда только безнал потому что мне это выгодно да я сейчас подключила к этим и подключаем когда мы достигаем там первый уровень спасибо то есть надо скачать приложение спасибо или там есть вся подробная информация до первые четыре уровня всего первый уровень спасибо потом большое спасибо огромное спасибо и четвертый уровень общем я могу перепутать но всего их 4 у меня сейчас 4 у вас должны быть траты по карте 50 процентов и более но это все как бы осуществимо и вот там какие-то пунктики которые вы должны соблюсти чтобы достигнуть уровня при котором уже можно подключить одну или две категории товаров за который будет возвращаться повышенный кэшбэк на выбор у меня всегда был подключен подключена категория косметика из-за оплату товаров косметика возвращается 10 процентов то есть это здорово ты делаешь заказ допустим на три тысячи триста тебе возвращается обратно виде кэшбэка делаешь на 5 500 возвращать для тех кто делает крупные заказы вообще это ощутимо я научила своего наставника и владельца пункта выдачи как делать и у них теперь очень большой кэшбэк потому что сами знаете на пункт выдачи большие поставки и вот они теперь рады значит подключаем эту категорию косметика нужно обновлять раз в квартал там год у нас поделен на четыре квартала до 9 июня весенний по моему квартал у нас 9 июня он кончается 10 июня мы должны не забыть опять выбрать эту категорию косметика выбирается она бесплатно то есть выбирайте категории которые вам удобны да у меня сейчас две можно категории подключить бесплатно и за эти же бонусы я могу подключить еще категории но я не подключаю я выбрала сейчас косметика 10 процентов кэшбэк и детство 10 процентов кэшбэк тоже очень выгодный мне сейчас вот эти все детские покупки допустим вот с кроватки которая стоит 7000 мне 700 возвращается назад да но это приятно и их же я могу потратить на детские товары потом их можно потратить на аптекару в пятерочке раньше можно было сейчас нельзя в дочках сыночках у нас вот можно где еще ну в общем там можно в приложении спасибо посмотреть партнеров а за заказы в сбермаркете можно списывать тоже небольшое количество баллов и как мы потом с вами оплачиваем заказы мы должны с вами потом оплачивать заказы на сайте в личном кабинете там будет сниматься два процента налог правильно сказал налог за оплату карты привязываем карту оплачиваем карты но у вас снимаются два процента а 10 вам возвращаются поэтому это естественно все равно выгоднее если вы будете оплачивать через сбербанк онлайн по номеру вашего по номеру консультанта да как я до этого допустим оплачивала да то нет не начисляются нам именно нужно расплачиваться на сайте я так платила за иван я так платила за и фраше за фаберлик в магнит косметик мелкие магазины косметики любые вот у нас есть хозяйственный магазин там есть косметика есть хозяйственный товар но все равно он сам магазин как бы по документам как косметический магазин и из покупок в этом магазине мне тоже начисляется как бы 10 процентов возврата чем мы оплачиваем на сайте привязываем карту нам пишут что 2 процента комиссии его я налог сказала комиссия мысли в кучу уже да и но 10 нам возвращается поэтому это выгодно не пугайтесь вот так мои хорошие так дальше напишите пошагово ваня орловцев пишет напишите пошагово пожалуйста как вы подключили бонусы спасибо к оплате заказа фаберлик вот я только что рассказала скажите пожалуйста юлия соломникова вы забеременели сами или и к высчитывая вуляции с помощью препаратов витаминов нет я забеременела сама ничего я не делала ни препараты не витамины не высчитывала никакую овуляцию мы просто определенный период времени не предохранялись и она не наступала не наступала возможно я и позже пошла бы проверяться сдавать анализы вместе с мужем но как-то пока вот было не до этого еще коронавирус работа интенсивная и так далее и как-то не получается и и ладно не сильно настаивали вроде есть один ребенок а тут хоп и получилось просто вот сама по себе ничего я никогда не высчитываю и вообще по опыту своему могу сказать первый ребенок у меня получился был зачат за пару дней запах за два-три дня до критических дней то есть не в момент овуляции вообще это какие-то чудеса не знаю поэтому ничего не делала никаких нек а ничего абсолютно не препаратов не витаминов ничего не пила но если юль вы задаете такой вопрос значит у вас наверное я надеюсь что нет конечно возможно какие-то возникли проблемы или девочки у которых они имеются могу рассказать небольшой свой опыт с первой беременностью там были проблемы и если в течение года не наступает беременно сейчас всем вставит уже бесплодие так же и мне поставили в течение года она не наступила не предохраняешься если estranе год не наступает все те ставит бесплодие назначают как бы лечение что мне на go ещё и так далее и с далее и у меня что я сдавала все гормоны это в первую беременность сдавала все гормоны и выявился прогестерон по нолям у вас может быть какие-то другие гормоны будут они в норме и Me гинеколог предложил дюфастон, по-моему, в общем, гормональный препарат, либо обратиться к эндокринологу за лечением. Я гормоны пить не хотела и не вижу в этом ничего хорошего, поэтому я пошла к эндокринологу. Эндокринолог потрясающе тоже мне попался в той же клинике, где любимый мой гинеколог платный, замечательная женщина, дай бог ей здоровья. И мы с ней решили, что мы будем худеть, чтобы восстановить свой гормональный фон. Я за 4 месяца похудела на 20 кг, с помощью некоторых препаратов, я не буду их сейчас озвучивать, чтобы не кинулись покупать и так далее, потому что это всё по назначению врача должно быть, если вам это надо, идите к грамотному эндокринологу. Были препараты, и я как бы собрала волю в кулак, было лето, то есть было не тяжело себя как-то ограничивать, сидеть на ПП, я сидела на ПП, ну, так как лето позволяет, конечно, себе шашлычки, иногда ничего в этом страшного нет. И я за 4 месяца похудела на 20 кг, и потом она мне сказала пропить гомеопатические капли Гармель. Тоже не надо кидаться их покупать, лучше почитайте отзывы, спросите про них у своего доктора. Гомеопатия. Я к ней очень, кстати, положительно отношусь, что для ребёнка, когда зубы лезли, только гомеопатия помогала, что в моём случае, она говорит, вот эти капельки Гармель начинаешь пить, пьёшь 2 месяца, но, скорее всего, где-то через месяц ты придёшь ко мне уже беременная, она мне сказала. Они восстанавливают всю женскую половую систему, как-то органы, яичники, матку подготавливают, там травка, гомеопатия, вот. И я начала их пить, и через месяц пришла к ней беременная. То есть 5 месяцев заняло всего лечение, получается, на 20 кг я похудела, и потом вот начала пить капельки Гармель, и я пришла к ней беременная. Вот так, девчонки. Поэтому, если вдруг вам тоже ставят такой диагноз бесплодие, не надо отчаиваться, найдите грамотного специалиста, который поможет решить вам вашу проблему. Сейчас очень многих, у многих не получается забеременеть, с чем это связано, не знаю, с экологией, ещё с чем-то и так далее. Не надо сразу кидаться в крайности, пить какие-то препараты. Поищите грамотного специалиста, успокойтесь, и всё получится, как показывает практика, да. Вот, и всё, и наступила беременность, и во время беременности я ничего не пила, беременность проходила прекрасно, никаких гормонов, никаких препаратов, ничего я не пила, всё замечательно, бегала как конь, токсикоза не было, в отличие от нынешнего случая, да. Вот, так что вот так, мои хорошие. По-моему, вопросы закончились, если я не ошибаюсь. Так, а, нет, ещё один. Светлана, у вас микробрейлинг бровей или, мне кажется, у меня перманентный татуаж. Что к чему стоит ли делать девушкам с широкими, но с пустотами? Подруга сделала, у неё вообще не видно ничего. Свои, бледные, незаметно. У вас прям так всё, естественно, шикарно выглядит, по крайней мере, по видео. Ну, стоит, конечно, девчонки, а почему не стоит-то? У меня не татуаж, а как, перманентный макияж называется, да, он уже достаточно такой бледненький. Я выбирала, чтобы цвет уходил в серый. Сейчас, после беременности, ИГВ, ну, если оно будет, да, потому что всякое бывает, я хочу немножко ещё их подбить. Они уже такие достаточно бледненькие, но натурально смотрятся. Тоже есть у меня пустоты. У меня, допустим, сама бровь, видите, как растёт вот так, а потом уходит вверх. И вот тут под ней, внизу пустота, то есть она получается кривая. Поэтому, да, конечно, стоит. И на губах у меня татуаж, и межресничка у меня, ну, не татуаж, а, всегда говорю, татуаж, перманентный макияж, да, который носится где-то полтора года. У кого-то может быть и больше. То есть у меня и губы, и межресничка, и бровки. Конечно, стоит, а почему не стоит? Я с бровями, блин, намучилась, если честно, красить их. А тут вообще встала, и у тебя всё, брови нормальные, прекрасные. Полтора года, 4 тысячи в среднем эта процедура стоит, а почему бы нет? Выбирайте, подбирайте цвет, вам заполнят все пустоты. И получается, как это правильно техника называется, как напыление, да? Как напыление. И всё смотрится очень естественно и гармонично, и в жизни, и на видео. Как бы всё нормально, всё прекрасно. Поэтому не вижу каких-то причин не делать. Если есть возможность, почему бы нет? Да, ну, опять надо выбирать грамотного специалиста по отзывам и так далее, чтобы вам сделали. Подобрать цвет, да, под ваши естественные брови, конечно, чтобы подходил. Под ваш цвет волос, потому что, допустим, когда девочка-блондинка делает себе чёрные брови, татуаж, это смотрится, ну, не знаю, уже как-то пошло, мне кажется. Некрасиво, неестественно. В любом случае, на коррекции потом можно всё подделать, если что-то не нравится, сделать ярче или бледнее через месяц где-то, да, коррекция. Можно через два сходить, если вас что-то не устраивает. Всё можно подделать и довести до ума. Поэтому советую, Виктория, я, конечно, советую. Не вижу в этом ничего абсолютно плохого или зазрительного, да. Натуральные брови можно сделать и с помощью перманентного макияжа очень легко. Так, всё, мои красотки, наговорила. Уже вижу 56 минут. Сейчас буду видео ускорять однозначно, потому что это нереально долго. Если у вас остались какие-то вопросы по озвученным темам или по другим, прописывайте их обязательно под видео. Или разделю сейчас, может быть, у девчонки на два. Посмотрим. Так что тяжело, конечно, будет на целый час зависнуть вам. Прописывайте под видео, и я в ближайшее время ещё отниму для вас ролик «Вопрос-ответ». Я вас очень всех люблю. Целую всем весеннего настроения. Пока-пока. И...